Друзья мои, всем привет! И в этом видео я хочу с вами поделиться, знаете, очень прям такой глубокой очень мыслью, которая позволит вам гораздо меньше бояться говорить, гораздо меньше стесняться заикания, гораздо меньше бояться публики, осуждения людей, их критики и так далее. Это одно из таких свежих моих осознаний, и оно очень прямо такое, знаете, прямо глубокое. Оно прямо глубокое, и с теми ребятами, с кем я уже делился, они действительно говорили, что это сильно, знаете, так сильно. И хочу, чтобы и вы тоже, максимально большое количество людей подумали над этой мыслью, над этой, так сказать, даже некоторой идеей, философией. Большую часть своей жизни я очень сильно заикался, в 6 лет я начал заикаться, со временем я начал стесняться, бояться, закрываться людей. Я постоянно как-то, знаете, вот мыслил о себе, я постоянно думал про себя, какие у меня есть недостатки, какие у меня есть комплексы. Я постоянно сканировал себя на вот эти вот минусы, слабые места, на комплексы. Я постоянно о них думал, и в то же время я постоянно думал про других людей, где у них есть слабые места, какие у них есть комплексы. И вот это мышление, оно делало так, что на самом деле я каждого человека, с которым я общался, я воспринимал как соперника, как какую-то, знаете, угрозу, что он может меня где-то обидеть, где-то ранить. И я как будто с каждым человеком мысленно в своем, так сказать, в той голове, в подсознании конкурировал за лидерство, за статус, за какое-то уважение. Но в то же время я понимал, что у меня есть много этих недостатков. Я где-то заикаюсь, я стесняюсь, я видел, что многие люди меня превосходят. И все это постепенно, как вы знаете, довольно сильно меня разъедало. Я все больше закрывался, я все больше зажимался. Это влияло на мое тело. Потому что, по сути дела, при таком мышлении, если у вас есть что-то похожее, напишите в комментариях, что да, у меня что-то похожее. Я воспринимаю каждого человека, даже своих родителей, даже своих маму, папу, как соперника, как угрозу. Если мне что-то говорили о моих родителях, о моей маме, о моем папе, что что-то я делаю неправильно, у меня был внутри прям большой гнев, прям такое возмущение, мне хотелось им доказать, что я лучше знаю, что я прав, что я вот... Вот эта вот огромная злость, это желание доказать, и все это меня очень сильно этим разъедало. И на самом деле очень сильно я сейчас понимаю, сознаю, что оно прямо провоцировало заикать. Потому что, опять же, вот просто вот поймите, да, если так я мыслил, то я каждого человека воспринимал как соперника, как конкурента, да. И я постоянно был в напряжении, то есть мое тело как будто оно постоянно готовится к битве, к атаке, что сейчас мне надо реально с кем-то сражаться, биться. И таким образом, таким образом, находясь постоянно вот в этом вот готовности к бою, то есть наш мозг, это так мой мозг так воспринимал. Если у вас есть что-то похожее, осмельтесь и тоже поделитесь, если вы сейчас так мыслите. И вот потом дальше я начал над этим делом, над заиканием работать 24 года, начал заниматься, начал выступать, ну там уже обучать других людей. Но сейчас история не об этом. Но все равно как бы отчасти вот эта вот философия оставалась. Я постоянно где-то думал о себе, оценивал других людей, хотелось быть где-то лучше, выше, первым и так далее. Какое-то вот внутреннее соперничество, внутренняя борьба. И знаете, какое-то постоянное где-то недовольство и собой, и своими достижениями, как бы постоянно оно меня разъедало. И вот буквально вот недавно, где-то неделю или две назад, я услышал такую мысль, я слышал, знаете, похожую мысль. Это вот, знаете, философия вин-вин, ну типа чтобы выиграл выдр. Но это было, вот эта мысль, она еще гораздо глубже, она на самом деле там из священных писаний некоторых. И она про то, чтобы думать уже не за себя, не то, чтобы быть первым, лучшим. Вот я постоянно думал о себе, что я хочу себе, 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 себе. А уже думать про нас. Вот уже не думать о себе как одной единице, а уже думать на уровне какого-то объединения. То есть чтобы, допустим, семье, вот у нас есть семья, у меня, допустим, есть ребенок, есть жена, есть родители, чтобы вот нам, семье было хорошо, и мне, и им тоже. Или, допустим, на работе, чтобы вот есть я, есть мои коллеги, есть мой руководитель, чтобы вот компании моей, фирме было хорошо. Либо вот я веду обучение, я веду курсы. И мыслить, как сделать хорошо, чтобы было всем, чтобы мне было хорошо, участие конкурсов, вам было хорошо, ребятам, которые еще меня не знают, которые еще вот только являются подписчиками. И мне было хорошо. То есть как делать так, чтобы было хорошо всем одновременно. И вот эта вот мысль, она, чем больше я о ней думаю, тем больше она меня, знаете, вра, тем больше она меня, у меня уходит напряжение, у меня уходит какая-то, ну, все равно какая-то была некоторая скованность. И все равно, когда я где-то выходил на люди, на публику, было волнение, но которое я просто уже привык его преодолевать. Сейчас его нету волнения, когда я стал мыслить в категорию «мы», потому что когда я думал, что я, 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 тогда я нахожусь в соперничестве. За ресурсы, за власть, за, как, вот это вот, за внимание, за женщин. И я понимаю, что я слабее многих по каким-то вопросам, физически слабее, или, может, кого-то умственно слабее, кому-то финансово, у кого-то, но есть много людей, которые превосходят меня по многим этим именно параметрам. Но когда я начинаю мыслить из философии «мы», из вот этой вот мысли, я, наоборот, чувствую, что я делаю хорошее дело, я делаю благо, я делаю добро, которое хорошо всем от этого, хорошо вам, потому что вы, вот, например, сейчас слушаете какую-то интересную мысль, которая вас развивает. Хорошо мне, потому что какая-то часть из вас может, там, прийти на обучение, да, то есть это будет хорошо, благо и для моей семьи, и для вас тоже, если вы, вот, именно, пойдете дальше, то есть это будет хорошо всем. Также из именно вот этого мысления я принял решение, чтобы вот это, что было хорошо всем, решил снизить цены, например, да, то есть как бы, чтобы вот вам было, опять же, хорошо, и чтобы дать больше пользы людям, ну, там, не трем-пяти за большую стоимость, а десяткам людей, чтобы вот дать больше пользы, больше ценности, чтобы больше людей могло прийти на обучение. Я вот это вот, вот эта вот мысль, поделитесь в комментарии, как вам, вот подумайте, вот, из философии «мы». Еще эту мысль, продолжая, да, это как бы такая первая часть, вторая часть еще из-за обид, из-за обид, из-за многих там претензий на своих родителей, из-за моего отца, то, что он там такой-сякой, там такое делал, и на мою маму, из-за того, там тоже у меня было много-много-много-много претензий, уже в ходе вот этой вот обучения на психолога, которое уже было несколько лет назад, я освобождался именно от этого, но вот как раз сейчас, когда я вот эту философию «мы» сейчас стал, так сказать, чувствовать, прямо чувствовать, я стал действительно радостнее, довольнее, да, вот эта вот философия «мы», так она делает так, что я еще и со своим как бы родом, как бы, знаете, объединяюсь, поэтому есть вот такая еще вещь, как если вы чувствуете, что у вас есть какие-то обиды, негативные чувства на ваших родителей, на маму, на папу, это тоже делает так, что мы себя чувствуем одним, есть как будто я и вот все остальные, они мои соперники, а мы враги, и тогда у нас нету опор, у нас нету какой-то, знаете, внутренней поддержки. И вот мне где-то неделю назад один из, так сказать, студентов, где-то еще полгода назад, я ему рассказывал вот эту вот идею, мысль, что надо вот тебе, вот именно тебе надо обратить внимание на отношения с родителями, встать в позицию именно ребенка, не быть для них учителем, соперником, быть выше них, а встать для них именно ребенком и с уважением относиться к родителям, какие бы они ни были, но они нам дали жизнь, они много пережили, они там, ну вот, вытирали нам жопу, там, кормили нас, они очень много пережили, да какие бы они ни были, и думать о них, что они великие люди, что они, там, вот, то тогда, и ты про себя думаешь, что ты такой человек важный, какой-то, талантливый, когда ты думаешь про своих родителей, потому что хочешь от того, не хочешь, но в тебе 50% мамы, 50% папы. Если мы думаем про отца, что он такой-сякой, там, плохо, много всего сделал плохого, меня там обижал, там, или там пьет, или там бьет маму, еще что-то, тогда это я такой же, то есть это же я, меня 50% на 50%, или я про маму, думаю, что она такая-сякая, сделал то-то-то-то-то, и тогда я такой. Ну, по сути, говнюк, да, то есть когда мои родители говнюки, я тоже говнюк. Но когда я думаю про то, что мои близкие, великие люди, что они пережили много сложностей, много вот они смогли преодолеть, то тогда я сам себя чувствую, что я, так сказать, потомок великих людей, потомок, ну, условно, да, там, царя и царицы, и тогда я принц, и я чувствую с ним, опять же, единство, опять же, вот это вот мы, да, то есть здесь вот есть две темы, вот это вот философия мы и связь, единство с родом, с родителями, вот просто закройте сейчас глаза и представьте себе, что сзади вас слева стоит мама, с права папа, просто вот сделайте это, а за ними еще стоят их бабушки и дедушки, и это ваш род. А если у вас еще есть жена, супруга, можете представить, что она стоит слева вас, возьмите ее за руку, и за ней еще ее весь род стоит мама, папа, бабушки, дедушки, вы все вместе, вот это единство. И вот на самом деле, когда мы чувствуем это вот единство с людьми, когда мы не я, а я, я, я один, а я вместе, то становится намного более радостно, намного более счастливее, уходит какое-то, знаете, волнение при общении, то есть как-то вот становится легче, легче проявляться, легче выступать, легче говорить, легче делать, вот это вот видео, может быть вы чувствуете, что как-то оно идет от души, легче я особо, ну как бы вот, оно идет, как вот идет, оно как-то вот от души, и оно идет для вас, оно идет для вас, оно становится легко отдавать, То есть, как-то вот ты становишься не я-я-я, не брать-брать-брать-брать, себе-себе-себе. Переключается на отдачу для всего нашего, так сказать, коллектива, для всего нашего общества, в котором мы находимся. Вот такие вот две мысли, друзья мои. Поделитесь, как вы их поняли, как они у вас откликнулись. И чуть-чуть вставлю немножко, чтобы, опять же, было вам хорошо и мне маленькую рекламную вставочку. Если вы хотите глубоко это осмыслить, если вы хотите перестать заикаться, то под этим видео есть ссылочка на мои соцсети, на Телеграм, на WhatsApp. Напишите мне, я с вами 10-15 минут поговорю, послушаю. И если я увижу, что могу вам действительно помочь, то расскажу, что, как надо делать, приглашу на наши программы. Вот в этот понедельник, 15-го числа, у нас стартует наш, так сказать, новый курс обучения. Если вы действительно хотите поменяться и внутренне, и в мышлении, и вашей речи, и вот этой легкости общения, то это для вас классная возможность начать Новый год по-другому. Вот такие вот, друзья, у меня для вас новости, вот такие вот идеи. Очень буду рад, если вы будете активны, поделитесь своими мыслями, как они у вас откликнулись. И если вы будете делиться этим видео с теми людьми, для которых вы думаете, что это видео будет полезным. Всем спасибо, подписывайтесь, увидимся с вами в следующих полезных, вдохновляющих видео.